Здравствуйте! Вы смотрите новости Большого округа в студии Екатерина Дубровина. Я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях этого дня. Смотрите сегодня в выпуске. Кем быть? Как выбрать будущую профессию? В Пушкино для школьников округа провели ярмарку образовательных учреждений. О важном для своих в Ивантеевке прошла встреча бойцов батальона «Призрак» и ветеранов войны в Афганистане. Уха из семги, порыли, картошечки. Сейчас добавим зелень, не можем будет дегустировать. Наливная, тройная, по-царски, по-фински и даже из петуха. Секретами приготовления ухи на открытом воздухе делились в музее-заповеднике Мураново. Здесь возрождают традиции в рамках ежеводного гастрономического фестиваля «Оксаковская уха». Об этом и многом другом смотрите в информационной программе «Новости Большого округа». В Пушкино прошла ярмарка образовательных учреждений. Школьники со всего округа приехали, чтобы познакомиться с учебными организациями среднего, профессионального и высшего образования Москвы и области. Какие специальности сегодня выбирают современные школьники и что предлагают им вузы? Мария Ильхабабенко расскажет подробнее. На сегодняшний день школьникам не нужно посещать учебные заведения, чтобы понять, где продолжить свое обучение. Сейчас есть ярмарки образовательных учреждений. Это один из самых простых способов узнать все об учреждениях среднего, профессионального и высшего образования. Мы проводим дважды в год, это осенью и весной, встречи, когда есть возможность задать вопросы о поступлении в вузы или в колледжи, узнать, какие есть направления обучения. Ну и вообще познакомиться с учреждениями высшего и среднего профессионального образования, которые расположены на территории городского округа Пушкинский. Более тысячи подростков посетили ярмарку. Это ученики 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов. У них был большой выбор. Порядка 18 учебных организаций прислали своих представителей. Они рассказывали все о программах, грантах, условиях приема. Если ребята еще не определились с выбором своей будущей профессии, то в этом им тоже помогали. На месте сразу проводили тесты на профориентацию. Интересна специальность инженер-архитектор, там моделирование, что-нибудь проектировать. Потом есть вариант Бауманка, который в метический филиал. Там тоже такие же предметы будут сдавать, там тоже такая же специальность какая-нибудь. И еще посмотрел московский политех. Сегодняшнее мероприятие было полезным. Я узнал много нового, открыл для себя, какие еще обузы есть. Если учебное заведение заинтересовало, то можно было взять брошюру для детального изучения. Были и мастер-классы, так школьники могли сразу попрактиковаться. Теперь у ребят есть время определиться с предстоящими экзаменами и тем, куда идти учиться дальше. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянков, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Участники спецоперации рассказали о жизни на фронте. В Авантеевку приехали бойцы батальона «Призрак» военизированного подразделения Луганской Народной Республики. Они встретились с ветеранами войны в Афганистане, членами общественной палаты, сотрудниками Краеведческого музея и Дома культуры «Юбилейный». За круглым столом участники встречи обсудили актуальные для бойцов вопросы. Они касались оказания медицинской и гуманитарной помощи в зоне специальной военной операции. Эти люди, именно я больше чем уверена, что эти люди как раз таки и больше и обеспечивают наших ребят, вот там стоящих на передовую. Вот эти маленькие сверточки конфет или те же носки. Вот покупают бабушке, там одну пару носочек поступила, туда маленькую шоколадку положила, и туда записывают. Маленькую, ну это так приятно, ребята. Вот я говорю, вот когда им передаешь это все, они потом приезжают и говорят, спасибо этому бабушке. Вот так было приятно. Ты понимаешь, что ты там не один. Члены Ивантеевской организации Российского союза ветеранов Афганистана предложили бойцам Донбасса свою помощь в решении некоторых вопросов, например, в области протезирования. А также поддержку в вопросах трудоустройства и обучения в вузах России. Кроме этого, в рамках встречи состоялся телемост между Ивантеевкой и ветеранами войны в Афганистане из ЛНР. При проведении телемоста участники также побеседовали на тему молодежной политики и духовной жизни жителей на присоединенных территориях. В финале встречи собравшиеся поблагодарили организаторов. Ивантеевское отделение Российского союза ветеранов Афганистана за возможность участвовать в подобных мероприятиях. Общение завершилось проводами бойцов СВО на фронт. Уха по-царски, по-фински и даже уха из петуха. В музее-усадьбе Мураново прошел шестой гастрономический фестиваль «Аксаковская уха». Повара со всей страны делились эксклюзивными рецептами и угощали гостей. С разнообразием рыбной кухни познакомилась и наша съемочная группа. В усадьбе Мураново дымят буржуйки и повсюду разносится запах ухи. И прародительницы супов русских. И не только. Здесь повара готовят, например, уху по-фински или лохикейта. У нас уха из семги, фарылия, картошечки. Сейчас добавим зелень, не можем дегустировать. Картошечку для такого супа не нарезают, а кладут целиком. А это уже делятся повара гости из Свияжска. Марсельский суп бедняков по-волжски. Это рецепт эпохи импортозавещения. В базовой части это наша родная речная рыба, с которой мы хорошо знакомы. Судачок, щучка, сазанчик, сомик. Но чтобы ему было веселей в этом супе, мы добавили немного белорусских морепродуктов. Попробовать уху выстроилась целая очередь, которая час от часу только увеличилась. Еще бы в меню уха по-царски, уха по-фински и даже уха из петуха. И это не шутка. Бульон из петуха действительно добавляют здесь котвару и семги осетра. Отдельно варится крепкий бульон из петуха. Мы его так не в большом количестве. Все, потом бульон процеживается, кипятится, добавляется овощи. Гости на шестой гастрономический фестиваль «Оксаковская уха» добираются из Москвы и всего Подмосковья. Некоторые со своими ложками побольше зачерпнуть. Корма ложки. Вы же как вы черпаете и несете, вот с хлебушек держите, вы несете. Она не расплескается и много. Рыбным супом лакомятся все от мала до велика. Как каша. Мы уже продегустировали первую. А что ж малышами не уходите еще? Очень вкусно, они смогли удержаться. То есть малышу просто не досталось? Да, вот стоим за следующей порцией. Наша девочка Лен Бергер, щеночек, тоже приехала на фестиваль ухи. Будете пробовать? Конечно. Но сотрудники Муранова говорят, не делают ничего без глубокого смысла. Каждый рецепт рыбного блюда географически привязан к усадьбе. Уху по-фински, например, любил Евгений Боротынский, когда служил в Финляндии. Аксаковская уха с секретным ингредиентом, ее в этот день готовила команда директора музея усадьбы Александра Богатырева, тоже не случайно. Сергей Аксаков, автор записок об ужении рыбы и страстный любитель рыбной ловли, часто бывал в Муранове. Он жил по соседству, в соседней усадьбе Абрамцева. Оттуда он приходил с визитами, посещал Мураново. Здесь же, на запруде реки Талица, которая за нами, он ловил прекраснейших вкусных судак. На усадебной кухне могли их приготовить, называл он их постная говядина. Судаки и сейчас водятся в местные речки, рассказывают и показывают рыбаки. Надо только подольше поохотиться. Вот, это вот как раз на этом месте. Карп, сазан. За сегодняшний день ничего. А бывает нормально, по четыре, по пять. Себя рыбаки называют гуманисты. Пойманную рыбку отпускают. Жанн Алвенько, Сергей Денисов, Анна Белова. Новости Большого округа. Яркие речевки, спортивные девизы и кричалки. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Ивантеевке прошли спортивные соревнования среди команд дошкольных работников. 240 участников из дошкольных отделений общеобразовательных организаций округа соревновались в ловкости, быстроте и смекалке. Каждую команду на трибунах активно поддерживали болельщики, коллеги и юные воспитанники. Все участники зарядились положительными эмоциями. Особенно ярким стало общее выступление команд. Соревнования прошли в рамках празднования Дня дошкольного работника. Веселые эстафеты в здоровом теле «Здоровый дух» завершились награждением и вручением подарков. И небольшое объявление. В День гражданской обороны МЧС 4 октября с 10.30 утра до 12 дня в Подмосковье проведут комплексную проверку готовности системы оповещения населения с запуском электросирен и передачей информации по сетям телевещания. Запуск электросирен в 10.35 и в 11.30. МЧС просит сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. Вот такой финал этого выпуска. И в заключение о погоде. В среду 4 октября в Пушкинском будет тепло, но дождливо. Днем и вечером синоптики обещают ливни. Зато температура воздуха до плюс 18 градусов. Ночью столбик термометра опустится до плюс 12. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. А у меня на этом все новости на сегодня. С вами была Екатерина Дубровина. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!